Всем привет, вы на канале The Gaming, с вами как всегда Александр. Сегодня мы с вами поговорим о Red Dead Online, а конкретно о тонкостях и хитростях игры в онлайне. Ведь как вы уже знаете, мир RDO очень проработан и как любой другой онлайн проект имеет очень много механик и взаимодействий. А значит пора нам подробно разобрать тонкости онлайна и рассказать вам о хитростях, которые помогут вам облегчить жизнь в игре. Друзья, перед началом ролика к вам будет небольшая просьба, помогите на канале набрать 20000 подписчиков, для этого просто подпишитесь на канал, для вас это секундное дело, а для канала очень важное действие. Всем заранее спасибо за актив. Сразу стоит отметить, что этот ролик не будет представлять собой все тонкости и хитрости игры, а в зависимости от вашего актива будут выходить новой части такой рубрики, поэтому под роликом не забывайте ставить лайк, все темы которые мы будем разбирать не будут делиться например только для новичков или старичков, и что самое главное все сказанное будет основываться на личном опыте игры, как лично моей, так и тех ребят которые будут делиться своими тонкостями и хитростями игры в RDO, так что идею вы личку напишите. Когда вы впервые запускаете RDO, то перед вами открывается совершенно новая игра, не похожа ни на какие другие игры, даже GTA Online ощущается и играется по другому, поэтому первый момент, о котором вы точно должны знать и не забывать, так это не пропускайте вступительные задания, из них вы не только узнаете первые механики игры, но и сможете выбрать вашу первую лошадь, так в задании по конократству, приехав на ранчо не спешите брать первую попавшуюся лошадь, выберите какая вам больше всего нравится, ведь лошадь вы оставите себе и первое время это будет ваш боевой товарищ, я думаю что многие кто смотрит данный ролик уже имеют роли или к примеру планируют прикупить роль торговца, так вот друзья и тут есть о чем вам рассказать, основная активность по роли торговец это конечно же охота, куда же без нее и тут я про охоту на животных, так вот охотясь на животных вы же не будете таскать по одной туши, вы подстрелите парочку одну на лошадь, другую освежевать и шкуру также на лошадь или того хуже вторую тушу себе на плечо и бегом в лагерь, согласитесь не так удобно, так вот есть выход, просто одну тушу на лошадь, а вторую берем на лассо и тащим в лагерь, так вы и в лагерь быстро доедете на лошади и туши притащите, и что самое главное туша при такой транспортировке вообще не портится, поэтому смело можно таскать трехзвездочные туши, пока не купили охотчую повозку. Многие игроки собирают коллекционные предметы по интерактивной карте, это удобно, а также бесплатно, ведь за карты коллекционера хоть немного, но все равно придется заплатить, а также на интерактивной карте можно оставить только те коллекции, которые нужны только вам, в общем карта очень полезна, если еще не пользуетесь, то ссылку оставлю в описании к ролику, но также хочу подсказать вам, что на такой карте можно увидеть все местонахождения карт сокровищ, легендарных животных, случайных событий и даже обычных животных и где какая трава растет, поэтому данная карта превращается в лучший справочник по игре. Тюремный фургон предназначен в Red Dead Online для ловли банд, когда на плакате вы видите несколько бандитов, то без тюремного фургона не обойтись, он очень незаменим, если вы одинокий охотник за головами, а ловить преступников хочется всех, но если вы ловите только одиночек, то и фургон вам не нужен, и тут это уже неправильное осуждение. Фургон это не только средство для доставки нескольких бандитов к шерифу, но и также безопасная и самая простая доставка как группы бандитов, так и одиночек, ведь бандит сбежать может даже если его связать улучшенным лассо или вырубить, а вот из фургона сбежать просто невозможно. Главное его не разбить, поэтому покупка фургона важна для всех и рекомендую доставлять в фургоне всех преступников, это безопасно и быстро, ведь фургон довольно легкий в управлении. Это первая часть хитрости и тонкости игры в Red Dead Online. Надеюсь ролик вам понравился и был полезен. Пишите ваше наблюдение в игре, оставляйте комментарии и ставьте лайки, а также подписывайтесь на канал. Всем до встречи друзья!